Привет, друзья! Скажем по приветику из прекрасного Петербурга. И мы продолжаем говорить о переезде. Я отвечаю на ваш вопрос. Как решиться на переезд и не пожалеть потом? Когда я переезжала, мы вообще переехали спонтанно, буквально решилась за несколько дней. Мы просто как-то слушали-слышали, что кто-то поехал в Петербург, кто-то переехал в Петербург, кто-то поехал на заработки, приехал, был доволен, кто-то поехал, остался жить. Очень много, кстати, из Калининграда мы встречаем здесь людей, которые здесь живут уже в Петербурге. В свое время переехали и живут. Как решиться на переезд? На любой переезд. В Петербург, в любой другой город, в другую страну. Ну, другая страна, нет, не будем трогать. Поговорим все-таки пока в рамках Петербурга. Хорошо. Просто, ребят, смотрите, почему нам сложно решиться на переезд. Мы переживаем за последствия, естественно. А вдруг не получится? А вдруг климат не тот? А вдруг работу не найду? А как же, на что я там буду жить? Страшно. Вот эти страхи. Какие-то страхи. И почему-то такой подход у многих, что ничего нельзя изменить потом. Ничего нельзя изменить. А на самом деле не будем усложнять. Нужно отнестись к этому легко. Всегда все можно изменить. Смотрите. Просто вы не сжигайте мосты. Не продавайте. Если вы сомневаетесь, не продавайте пока свою квартиру или свою недвижимость в своем городе. Не продавайте. Приедьте на разведку. Поживите здесь не неделю, не две и месяц. Поживите полгода, например, на съемной квартире. Найдите работу. Осмотритесь. Почувствуйте климат. Если вам все подойдет, можно думать уже о продаже квартиры и покупке, допустим, в Петербурге. Это как из вариантов. Допустим, если у вас нет своей недвижимости, просто вам нужно ехать, снимать в аренду. Вот вы переживаете. А как? А что? А вдруг не получится? Нас останавливают только наши страхи, которые мы себе в голове рисуем. Ничего не происходит, а мы уже рисуем картинки. Вот они нас останавливают. Значит, нужно подстраховаться, чтобы эти страхи ушли. Допустим, как? Просто берем определенный запас денег. Я знаю, парни вообще переезжают, на месяц заберут денежку на покушать и на аренду заплатить, а потом успевают зарабатывать. Но я так не призываю. Я за спокойный переезд, за спокойный, уверенный. Особенно, если вы переезжаете, если вы один, одна история. Если вы переезжаете с детьми, это другая история. Если вы переезжаете вдвоем, это третья история. Совершенно разные истории, друзья. Просто нужно иметь запас денег еще хотя бы на один месяц, а лучше и на два. В идеале. И всегда в голове понимать, что вы едете на разведку, вы пробуете, вы выбираете там, где вам лучше. Лучше вам будет в Петербурге, и вы останетесь в Петербурге. Не понравится? Это что же может быть? Вам не понравится. Может быть слишком шумно. Может быть слишком, знаете, тревожно. Может быть слишком климат как-то тяготит вас. Вот это серое небо по три месяца в году. Может быть люди покажутся вам какими-то не такими, как вы привыкли. Потому что регионы все-таки отличаются, друзья мои. Отличаются. Люди у нас большая страна, и в каждом регионе свой менталитет. То есть отнеситесь легко. Вы едете знакомиться с городом, не просто как турист, как гость, а уже поближе посмотреть, насколько мне этот город подойдет. Вы не думаете, что подойду ли я этому городу? Примет ли он меня? Город принимает, ребята. Город принимает. Вы подойдете с другой точки зрения. А подойдет ли мне этот город? Петербург. Ты мне нравишься. Я хочу жить в Петербурге. Но подойдешь ли ты мне? Давай знакомиться поближе. Вот в таком плане. И все. И также своим родственникам. Если для вас важно мнение родственников или друзей, окружения. В общем-то настраивать их на легкий лад. Не то, что все, я с вами больше не увижусь. Ну, грубо говоря, да, все, рву все нити, все связи. Глобально переезжаю в Петербург. Это круто. Некоторые так и делают, потому что хотят изменить свое окружение. Им это позволяет переезд сделать. Но если вы как раз переживаете за то, что как решиться на переезд и не пожалеть потом, не надо рвать все мосты, сжигать все мосты, рвать все связи. Просто вы так же всем говорите. Тянет Петербург. Не могу. Тянет. Хочу попробовать. Вот хочу. Если я не попробую, я не смогу спокойно дальше спать. Ну, так вот. Я латерирую, конечно. Тянет Петербург и все. Хочу попробовать. Ну, не знаю. Может быть и не останусь. Вот так даже можно преподносить. Может, не останусь. Если не понравится, не останусь, обязательно вернусь. Может быть, мой город гораздо лучше, гораздо приятнее, гораздо комфортнее для меня. Это нормально. Это нормально, ребят. Потому что, знаете, все-таки климат имеет место быть. Прибалтика. Даже вот с этой точки зрения. Не всем подходит. Мне что классно. Я занимаюсь Прибалтикой. Я из Латвии. 21 год в Латвии. Потом Калининград. Вся Прибалтика вокруг меня. Петербург. Мне все нравится. А вы, может быть, где-то из Центральной России. Вы, может быть, где-то с юга. И климат другой. Даже вот на уровне климата. Потом о людях тоже надо подумать. Разные люди. И в Петербурге разные люди. Вообще город принимает хорошо. Нормально, спокойно город принимает. А возможно, себя гордой сейчас не будем говорить. Я просто говорю о наших страхах. У кого есть страхи, какие они, откуда они возникают. Надо подстраховаться. Иметь запас денег хотя бы на месяц, на два. Но это я имею в виду аренду. Чтобы не за один месяц только было. Например, один месяц и покушать. Вот некоторые так переезжают, я знаю. А иметь хотя бы два месяца. Чтобы у вас был вот этот разбег, чтобы вы успели заработать. А лучше и три месяца. Я бы не покупала сразу квартиру. Да, придется, например, потратить несколько месяцев, например, снимать в аренду жилье, чтобы понять, хочу я здесь быть или не хочу. Или, например, если вы не хотите на аренду тратить денег, да, можно выбрать район, вложиться в недвижимость, переехать, а потом уже осмотреться. Потому что в Петербурге все продается, все покупается. И вы можете потом свою квартиру также продать и переехать в другой район города, допустим. Но зато вы приезжаете. Я знаю, что некоторые вот так покупают квартиру, живут в другом городе, покупают здесь квартиру и потом там доделывают свои дела и переезжают жить в Петербург. И не факт, что они будут жить именно в этой квартире. Немножко поживут, осмотрятся и вполне могут ее продать. Потом продать и в другом районе купить. А может вам и понравится тот район, который вы выбрали по первому ощущению своему. Кстати, у меня девочка, вот она в Мурино, купила квартиру. И потом она говорит, представляешь, Лена, я-то думала, что раз там есть метро, значит, это Санкт-Петербург. И риэлтор как-то не заострил на это внимание. Риэлторы разные, ребята, бывают, да? Есть, которые ей хитрят. И купила она в Мурино квартиру, живет в Мурино. Она говорит, если бы я знала, что это Ленинградская область, я бы все-таки искала в Петербурге-то саму. Ну, пока она там живет, он говорит, хорошо, ладно, заселилась, главное свое жилье, а там я посмотрю, может, и продам, может, перееду. То есть и так делают люди. А некоторые приезжают, вот Дима писал, что они несколько квартир сразу купили. У кого есть деньги, почему нет? Конечно, сразу вкладываешься в квартиру, заселяешься, благоустраиваешься и живешь. У всех разные переезды, разные. Кто-то с детками решается переехать. Кстати, дети, которые еще в садик ходят, или те, которые в школу, классы там до старших, они нормально адаптируются, нормально привыкают к новому классу, к новой школе. Знакомые есть такие, которые переезжали с детками, школьниками. Есть, которые переезжали в 5-6 класс, такие в 4 класс, в 3. А есть у нас знакомые, которые переезжали, мальчику надо было идти в 9 класс, и они переживали, что нужно сдавать экзамены ему. И как же обвинять коллектив? Все-таки новый коллектив, новые учителя, пока привыкнешь, уже экзамены пора сдавать. И они просто нашли частную школу, где 10-12 учеников в классе, как правило, 10 ходило, где подход совершенно другой, естественно, в частной школе. Они были очень довольны. Ребенок просто расцвел в этой школе, потому что у учителей отношение другое, и коллектив поменьше, естественно, со всеми поднакомился, подружился. И легко, хорошо подготовился к экзаменам. Естественно, это получается индивидуальный подход, в частной школе индивидуальный подход. Ребенок сдал замечательные экзамены, несмотря на то, что переживали, переезд, как сможет, как что. Все у них получилось хорошо. Поэтому тут вариантов много. Возможно, я говорю, пока детки помладше, не экзаменационные классы, допустим, им будет и переехать вместе с вами не так сложно адаптироваться. Если вы один переезжаете или вдвоем, вообще клево, когда вдвоем две зарплаты сразу у вас. Что вам переживать? Две зарплаты, один работает, второй работает. Все, а дальше уже осмотрелись, на аренду есть. Дальше решайте, где покупать недвижимость, покупать ли, куда, что. Надо пожить время какой-то, ребят, в городе, чтобы этот город понять. А, конечно, когда мы находимся в другом городе, и вот так долго об этом думаем, и мечтаем, и переживаем, а когда не смогу, не знаю, у меня никогда не было страхов о переезде. Как-то раз, два, все попробую. Потому что я всегда знала, что я могу вернуться. Почему нельзя вернуться, ребят? Можно же вернуться. Ну, все продумать. Сейчас мы в Петербург тоже очень легко переехали. В Липецк мы переехали, очень легко. Везде находится, ребят, работа. Везде находится, где жить на улице, вы не остаетесь. Вначале в Петербурге, конечно, нужно, наверное, снять на пару дней гостиницу. С возможностью продления, допустим. Вдруг вы за два дня не сможете арендовать квартиру. Можно и за три. Там можно же продлевать гостиницу. Конечно, я понимаю, что это определенные затраты. Все равно совсем с пустым кошельком не получится. Надо проанализировать, подкопить денежек, кому надо, или просто рассчитывать на такие-то расходы, подстраховать себя, и все. Но за месяц, я говорю, месяц это малый срок, конечно, ребята. Два, три, четыре месяца. Вот это срок, когда вы что-то хоть начнете понимать. Я больше город, вот, честно говоря, уже мы осмотрелись в течение года. Вот в течение года, через год уже практически ты что-то понял об этом городе. Вот так. Поэтому все страхи просто у нас в голове. Эти страхи нужно, знаете, разбить какими-то подстраховками. Вот и все. Самая лучшая подстраховка, это, естественно, денежная подстраховка. А так, тот же город. Вы же не боитесь ходить по улицам своего города. Так и в Петербурге. Такие же люди. Очень много приезжих. Вполне доброжелательные. Куда не приходишь, вежливые. В основном вежливые везде. Тактичные. Город спокойный и вдумчивый. Несмотря на то, что он такой огромный, для меня он даже тише, чем наш Калининград. Калининград мне казался более суетливый. В своеобразный, понимаете, нужно приехать и попробовать, если вы этого хотите. Как не разочароваться? То есть решились на приезжие. Как не разочароваться? Если у вас в голове всегда будет план, что если что, я могу вернуться или переехать. А какое тут разочарование? Как можно разочароваться просто в путешествии? Отнеситесь это как к определенному пункту, этапу вашей жизни или этапу вашего путешествия. Вы же не разочаруетесь в путешествии. Вот вы поехали отдыхать, допустим, в какой-то город, в любой. Понравился или не понравился, вы уже смотрите, а не понравилось что-то. И вы говорите, ой, нет. Возвращаетесь с легкой душой домой и думаете, нет, не хочу я там жить, не хочу больше туда ехать. Вы просто туда больше не едете. Или вы пожили в Петербурге и поняли, да, классный город, но вот что-то не мое. Наверное, все-таки поеду я домой. Отнеситесь это как к путешествию своему. Не важно, сколько это путешествие будет длиться. Год или два даже, вот насчет, чтобы потом не пожалеть. А не надо жалеть. Это просто определенный этап вашей жизни. Вот, допустим, в этом году я живу в Петербурге. Мне так захотелось. А вот на следующий год, может быть, я уеду куда-нибудь в Латвию. Или уеду куда-нибудь в Москву. Или уеду куда-нибудь обратно в свой Воронеж. Или в Випецк. И все. Легче отнеситесь. Вы же не должны быть привязаны к одному месту. Все привязался. И все. Мы не можем ни сдвинуться, ничего придумать. Все же продается, все покупается. Пожалуйста. Все находится в движении. Ребят, все находится в движении. И вот как раз тут тема понаехавших. Вообще смешно ее слушать. Вообще смешно. Кто-то вырос в Москве, кто-то вырос в Петербурге. Ему не хочется никуда переезжать. Кто-то вырос в Нижневновгороде. У нас есть товарищ, который всю жизнь в Нижнем Новгороде. Уже, не знаю, сто лет на одном заводе. Ну, я сучу сто лет. Вот он на один завод, как после армии, пошел. Так он и на этом заводе. И ему нравится. Он даже не понимает. А как это такое? А зачем куда-то переезжать? Вот так и в Петербурге некоторые живут. Они живут, живут. А зачем куда-то переезжать? Они не понимают. А вот люди есть, которые переезжают из города в город. Они живут, пробуют. Вообще клево было бы иметь квартиру в одном городе, а жить. Зимой захотел, поехал туда, где тепло. Или, например, наоборот, кто живет, где тепло, а хочет снега, там еще морозом, с лыжи, санки, поехал там, где холодно. Классно было бы, если бы мы могли проводить время, например, в году, выбрать несколько месяцев там, поехать на месяц, на два, на три. Хочу, живу в другом городе. Так? А если сейчас такая ситуация, особо в другие страны неохота, если честно, ездить, экспериментировать. Да и, знаете, вот хорошо, если еще в рамках нашей страны мы сможем пока передвигаться. Хотелось бы, чтобы это все наладилось, и все это было свободно. А если вы не попробуете, вы будете постоянно об этом думать? Пройдет еще лет 10, а потом еще лет 20. И вы будете думать, а что я не попробовала? Вот когда мне было 25, 35, 45, не знаю, сколько вам. Хотел так в Петербург попробовать? Я не попробовала. И чем с годами вы старше будете становиться, тем реальнее вы будете понимать, что это было возможно, и это есть возможно. И в этом нет ничего страшного. И то, что вы родились, не знаю где. Возьму Липецк, потому что мы там жили. Брянск, например. Калининград. Это совсем не означает, что вы не можете поехать в другой город. И вы привязаны должны быть только к этому месту. Я вообще считаю, было бы круто, если бы весь мир был открыт. Просто без границ мы жили. Вот и все. Хочу, куда хочу, туда и переезжаю. Все, друзья мои, я желаю вам хорошего настроения, хороших денечков. Мы с вами вместе просто поразмышляли. Я, может быть, вам какие-то мысли свои, своими мыслями на эту тему поделилась. То, как отношусь я к переездам. Легко. Мы относимся к переездам легко. Главное, круто, если вас поддерживает семья, если вас поддерживает ваш любимый человек, если вас поддерживают ваши дети, которые тоже хотят с вами переехать, собрались и переехали. А потом вместе решайте, что делать дальше. Надеюсь, у вас все получится, все будет круто, если вы решитесь на переезд, и вы будете только довольны. Если не решитесь, значит, вам хорошо в вашем городе. Тоже вариант. Тоже вполне может быть. Все, мои дорогонечки, пока-пока. Задавайте ваши вопросики. Дальше будем говорить о Петербурге. Читаю ваши комменты. Спасибо. Все, пока-пока.